там праведное негодование у некоторых вызвало то что вадим запрещал съемку некоторым людям на то есть несколько причин один отец просил чтобы не было съемки во время церемонии второго вадим это человек который со мной был у отца каждый день на протяжении всего этого времени помогал всем чем мог и для него слова отца значит очень много 3 некоторые из тех кто вел съемку плевали на сам процесс и на чувства присутствующих для них это инфоповод для собственного пиара и по подаче этих людей в видео это легко прочитать и понять я не про блогера андрея у него тематика такая поэтому у тех людей которые расстроились что записи нет прошу отнеситесь с пониманием это была просьба отца я понимаю что многие хотели бы увидеть как с ним прощаются но зато место получилось такое что прийти туда может каждый и не попрощаться а навестить да да я был на похоронах сегодня был ничего не выкладываем пост попытались попытались заснять но у нас такую возможность не дали ну аргументируя безопасность чем-то но мы хотели на самом деле мы просто обещали что мы будем мы покажем вам часть какой-то процедуры который можно заснять мы думали что мы с ним уже даже шорт появились два часа прочитал вопросы все представились что ты был на истерию первые админ дяди славы да ну не совсем админа от человек который бренд дед слава может сказать создал потому что он был на на исток этого всего можно так сказать ну что родоначальники но это мы совместно со совместно да мне интересного просто я давно вот максиму друг друга как с кем начинала как что когда только познакомились к начал вести медийную медийную деятельность мне мне интересно было кто был на истоках он рассказывал часто про тебя горюшка вот есть такой молодой человек и вот интересно мы с тобой лично познакомиться и пообщаться насколько это было сложно насколько это сейчас знаешь как часто сегодня уже начали начали говорить про наследие дед славы кто будет дальше вести а интересно кто начинал вести как дальше понятно что ну ты знаешь я как бы он был лицом канала да я как просто монтировал ролики ну стал контентом какие-то приколы вставлял ну то есть я всегда считала считаю что это наш совместный проект я и слава дядя слава вообще придумал он сам сказал да меня всегда называли дядя слава поэтому будет давать слава хорошо ну а как вот но нашли концепцию тща была идея именно вот тот самый вирус на ролик закинуть как вы к этому ролику пришли как вон а вот мне интересно помнишь ты рассказывал что все там но через террин через террин а потом раз себя как-то популярность пришла как-то из тот самый ролик как что там было изображено напомню что там по моему родик друзьям и это вам какой ролик был который который давайте поработаем какой ролик прям завирусился просто потом этот ролик как бы мы решили удалить потому что youtube присылал нарушение владимир да ладно друзья на самом деле там мы были люди которые кроме нас снимали нам объяснили подошли и мы как бы перестали снимать собачу мы на этом ничего нет не собирались на это как-то уповать просто это это не закрытое мероприятие какое-то было не там не 700 человек там собралось безопасность как бы ну не нарушалась я так скажу что что мы что-то там взяли из ряда вон исходя не выходящая там но мы со стороны я снимал максима и там кроме максима никого никого не было изображено хочу снимаю ну то есть это абсолютно мне никто не мог запретить это сделать просто подошли попросили культурно и как мы завершили вот у нас часто в жизни все у нас получается из-за того что мы не договариваем какие-то моменты мы просто не договариваем просто сначала верим так доверяем искренне что вот хотим помочь друг другу а потом как-то так все наоборот получается вообще так перековеркана вся ситуация получается да денис тут уже заметили да денис кинул камень мой огород получается я же вышел там на ютюбе далее получается ну я хочу сказать я дениса не видел я когда познакомился когда саша начал снимать не было никого никого не было реально что-то знает то есть не было ботинок выйти на улицу человек зимнюю куртку там он кричал везде это вот я ему дал пуховик гуртчеву всем же кричал и не было дениса тогда не было никого не было я вот да дальше уже не буду говорить и были договоренности совершенно другие дядя слава очень хорош но потом появляется денис он умный он молодой он все знает и оказывается и саша больше не получает никаких своих денег понимаете и потому что я говорю когда саша заболевает мама я говорю братан нельзя так ну да хоть каких-то денег раз я не буду больше говорить я так вот наговорю ровно настолько насколько денис кинул камень в мой огород пока потому что я на самом деле у нас с ним с андреем была вот любовь человеческая я вот с ним вот а вот с другими их не было они появились ровно тогда когда появились деньги варите а этого вы знаете как бывает по жизни а потом они появились и говорят слышали а это зачем ну а это зачем и поэтому я же парень не гордый я как-то ну ладно мне не надо никаких денег мы и я вроде все знаете вот вышел 2018 год я должен подъехать ему здесь я говорю давай 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 еще сможешь когда он начал на одной руке потеряется здесь на блюдце целыми тема занимался полгода у меня жил все сделали а потом как-то раз как она жизнь это бывает и друзья не нужны а я потому что знаете как бывает я очень много знаю я реально много знаю такого где потом человека потом когда человек знаете как в этой жизни для каждого нужно пройти ступень знаете сначала человек там зарабатывает какие-то деньги там на авторитете или на на умение или на деньгах или на таланте на чем-то понимаете потом человек должен чуть-чуть пожить в этом чуть-чуть купить себе всего я вот помню когда был бедным так это тяжело когда тебе все надо купить когда у тебя нет ничего не один миллион долларов нужно хоть чуть-чуть как-то вот у кабинчика сидеть знаете поэтому пять лет назад когда мы познакомились было одно понимаете еще вы же не думайте человек не становится сразу богатым и сразу решает все свои жизненные проблемы понимаете поэтому появились те люди которые прямо отчеркнули меня совсем понимаете дядя слава там я уж там говорить не буду ну не нужен я встал в какой-то момент так же как и саша не нужен стал бывает так знаете ну поэтому не надо дениска потом мне тут звонить недавно шли я сказал людям понимаете могут нормально можно было прийти слава стоял в церкви можно было прийти кто-то может быть реально хотел бы проститься и уйти нет там все ребенок знает мне звонить ты знаешь кто я такой да знаю дениска знаю кто ты такой поэтому давай не будем никому это ты продолжай тело его перевели в новую больницу самую и первым делом что что сделал денис почему я не приехал к тебе андреев твой сын в первую очередь сразу за пришел и на рецепции белым маркером красным маркером написал только с его личного согласия андреев ну ты же понимаешь мы же с тобой блатные люди как ты хотел учет мне не по понятиям было звонить ему поэтому я к тебе не пришел здесь чуде сказать брат что за разборки сына все это и в доме был у него дом был никто 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 не подразить это честно не ругается ничего но есть эти вот человеческие границы от всего единственное моё видео я не знаю он может быть молодой но я считаю человек был медийной личность можно было загадать когда в глазку кто-то реально может быть хотел проститься счетом как я не знаю но раньше у нас подвозили к дому человека и с ним прощался весь район поэтому а еще когда вроде человек такой известный был я не думаю я бы сейчас поговорил с дядей словой что он такие похороны хотел почему-то мне кажется все таки не то что там сострадающие но люди которые реально хотели бы может проститься постоянно как побыть с ним может быть это было бы совсем неплохо и поэтому как-то в жизни есть момент я не хочу абсолютно не ругаться жизнь на вы знаете ли мне уже 51 год поэтому я уже только испытал ты ведь я же абсолютно ничего я очень его люблю мне очень жалко просто есть такие жизненные моменты где эти нужно быть масштабнее в своем кругозоре в мыслях очень жалко да есть такие моменты где люди меня спрашивают ничего ответить поэтому вот я многое выливать сюда вообще не хочу это да руслана похороны были сегодня да друзья есть так есть такое выражение очень хорошая мне очень нравится на как-то в действии услышал звучит он так получил добро запомнил сделал добро забыл вот многие люди совершают добро об этом не говорят обязательно пишет то что каждый из нас кто что сделал для достижения там какого-то результата это не означает что мы должны что говорить с прямом эфире там я вот это сделал я вот это сделал но это также не означает что кто-то имеет проскать вы там что-то не доделали здесь мы нет мы мы не выясняем этим эфиром кто прав кто виноват просто максим решил обозначить этот момент многие воспринимают художная ну да на самом деле друзья все все забывается часто пройдет время многие что забудут но не все все забывают так что все все помнят